Друзья, всем здравствуйте! Собственно, я сейчас пару слов расскажу о том, почему мы здесь все и что сейчас будет, и как это будет в дальнейшем. Мы сегодня запускаем проект «Любимовка.Еще». Мы подумали, что в шорт-лист «Любимовке», которая проходит в каждые годы в сентябре, в фестивале «Малжейдовна Кокеев», в театре «Док», попадает ограниченное количество пьес. Это связано с количеством времени, которое можно выделить на фестиваль с ограниченными ресурсами. И на фестиваль рисуют порядка 500-600 пьес, и из них отбирают ридеры шорт-лист. Есть еще отдельный список пьес, которые отличные ридеры «Малжейдовки», но не попали в шорт-лист. Одна из этих пьес, собственно, «Лили Ворона», которую мы будем читать сегодня, их уже порядка 30 штук. И вот мы подумали, что будет очень здорово и приятно авторам, и полезно зрителям, слушателям и драматургам. Выгодно бару. Время от времени приходить и слушать читки этих пьес, потому что среди них действительно большое количество, даже в конце концов, длитеры «Любимовки» плохого не выбирают. Поэтому сегодня мы открываем этот проект. В дальнейшем мы надеемся, что это будет происходить раз или даже два раза в месяц в разных местах Москвы, с разными режиссерами, но все будет направлено именно на пьесы, которые отметили ридеры «Любимовки». После того, как наши актрисы прочтут этот текст, мы обсудим этот текст. Здесь присутствуют у нас два арт-директора фестиваля «Любимовки». Это Евгений Козачков и Михаил Дорвинков. Также в зале у нас находится непосредственно драматург. Мы будем стараться, чтобы в дальнейшем, да, всегда были драматурги Юлия Воронова. Все, пожалуйста. Собственно, мобильные телефоны, пожалуйста, сделать как я, желательно вибро-режим, потому что это будет мешать, думаю, и вашим соседям, и актерам. Еще, мне кажется, нельзя прекращать это говорить. Я вчера буквально был на спектакле «Человек-подушка» в Ланхатвейне Чехова. Это спектакль подписи «Макдонарха», который поставил Кирилл Серебренников, который сейчас находится, как вы все знаете, под домашним арестом. И не только он, а еще и все, кто проходит по отделу седьмой студии. Это Юрий Исин, Алексей Полобородский, Лена Масляева и Кирилл Серебренников. А, в соответствии с этим активом, да, прошу прощения. Поэтому ребята говорили это постоянно на самом фестивале, я также буду продолжать говорить на всех наших мероприятиях. Мы полностью находимся всеми мыслями с фигурантами, боже, ужасное какое слово, с нашими коллегами, с нашими коллегами, с художниками, которые абсолютно по непонятным причинам находятся и на свободе, и желаем им скорейшего освобождения и продолжения и творческой деятельности, которая прекрасна. Пьеса Юлии Вороновой. Дневник Алены Чижук, а еще почта, ЖЖ и Фейсбук. Действующие лица. Алена, 16 лет. Чижук, собака, hotmail.com, 28 лет, 2001 год. Алена, 16 лет, 88-89 год. Чижик-пыжик.limejournal.com, 34 года, 2007 год. Facebook.com, слэш Елена Чижук, 44 года, 2017 год. Все совпадения с реальными людьми случайны, а события вымышлены. 17 сентября 1988 года. Вчера в школе была дискотека. Мордвинова пришла в мини-юбке и была так накрашена, ночью увидишь, испугаешься. А главное, она сделала химию. Это просто кошмар. А я надела зеленую кофту мамину, узкую мамину вархатную юбку и янтарные сережки. И хвостик завязала на бок, чтобы прикрыть торчащее ухо. Сначала мы вдвоем с Катей танцевали в круге, а на первый медляк ее Рома Дудыкин пригласил из 10-го Б. Потом Мишка, потом Зайцев, потом снова Мишка, а меня никто. Правда, подваливал Виталик, но от него виновнесло фу, и вообще он же ниже меня ростом. А новенький наш, с дурацкой фамилией Стрекалов, все время выпендривался. Говорил, ему все равно, что о нем подумают люди. А мне кажется, это значит, что считаешь себя выше всех, а остальных презираешь. После дискотеки мы с девчонками купили муку и пошли ко мне печь шарлотку. Получилось вкусно, хотя она немного не протеклась. Болтали. Катя сказала, что она согласна быть у парня только первой, ведь иначе он на 97% изменит тебе в будущем. Но остальные, включая меня, с ней не согласились. Кстати, только что мне позвонила Катя. Оказывается, Мишка пришел к ее дому с цветами и позвал на свой день рождения. И еще ей постоянно звонят и дудыки на зайцев. Боже, как мне нужен парень. Пусть даже не будет никакой любви. Разве я многого прошу просто, чтобы был парень? Настоящий, а не выдуманный. Ну и, конечно, чтобы его было не стыдно всем показать. Это единственное, что мне нужно в жизни, иначе я просто сяду с ума. Дома меня ничего не волнует, даже то, что я не разговариваю с папой. Он назвал меня гадиной. Ну неужели? Неужели никто никогда меня не полюбит? 27 января 2001 года. Кому? Алекс Володкин, собакахотмейл.ком Леша, я тебя прошу, не звони мне теперь с домашнего. Вот только представь, что будет, если она все узнает. Кстати, почему ты не купишь себе мобильник? Ты последний из моих знакомых, стоящий на пути у прогресса. А это сам знаешь, бесполезно. А вообще, если честно, нам с тобой лучше пока не общаться. Мы должны обо всем побыстрее забыть. Мы же со стороны выглядим настоящими предателями. И даже с чудовищами. Я вообще не понимаю, блин, как так вышло. Это все в Азии его ящик отравы. Что это было, кстати? Рябина на коньяке или клюква? Не, я с себя ответственность не снимаю. Тем более, Катя, моя лучшая подруга. Между прочим, с первого класса. Но вот почему, почему она уехала именно вчера? Кто вообще ездит в командировки по пятницам? Знаешь, мне правда нужно остаться одной и во всем подумать. Наверное, вечером пойду в кино. Вышел новый фильм «Карвая». Любовное настроение. Очень хвалят. О, скриптум. Не хотела отвечать на твой вопрос, но не совсем вежливо его игнорировать. Думаю, самый-самый последний раз был лучше самого последнего. 27 января 2001 года. 27 января 2001 года. Собираюсь в 35 миллиметров. В 7.30. А что? 6 февраля 2007 года. Мой психолог Эвелина кажется мне сукой. Она меня раздражает. Тем более, что она умная и красивая. Рядом с ней я чувствую себя унылым говном. Мы сейчас прорабатываем тему моего страха перемен. Почему я боюсь родить ребенка или уйти от мужа, или искать новую интересную работу, или взять ипотеку, или даже купить дорогую зубную пасту, а не ту, которой пользуюсь уже 5 лет. Мой друг С говорит, что Эвелина супер-профи. Когда она мне поможет, я перестану бояться что-то менять. Я первым делом найду себе нового психолога. Не супу, а какого-нибудь с человеческим лицом, пусть даже не таким красивым. Кстати, прозок, я принимаю его уже 3 недели, на меня пока не действует. Ну, то есть никакого подъема я не ощущаю. Но зато у меня появились судороги в мышцах ног. Я все еще надеюсь, что это такие судороги счастья. Они просто распространяются по организму медленно, снизу вверх. Мой друг С занялся йогой и изучает таро. Моя подруга Эл ходит на тренинг по пикапу. Они все зовут меня с собой, но я занята. После работы я теперь собираю пазл «Эволюция жизни». Там 18 тысяч кусочков. 1 февраля 2017 года. Так. У меня возникла жизненно важная проблема, требующая немедленного решения. Нужна помощь зала. Бешеное, нечеловечески мечтаю вот о такой пастомашине. На ней сейчас скидка 30%. У кого-нибудь есть это чудо? Тогда похвалите, поругайте. Пожалуйста, она и правда готовит пасту за 10 минут. 26 сентября 1988 года. Сегодня всем классом гуляли по Арбату. Стрекалов это, конечно, нечто. Он зашел в мебельный магазин и требовал продавщице продать ему стул в кредит. А потом пел неприличные частушки. Идиот. Как же он меня бесит. Хотя было ржачно. Ели в кафе Буратино взбитые сливки с шоколадом. Там один парень на меня долго смотрел. Явно хотел подойти и познакомиться. Но не подошел. Я теперь мучаюсь. А вдруг он смотрел не на меня, а на Катю? Мама привезла ей из Польши куртку и джинсовые варенки. Обалденную. У меня, например, нет ни одной фирменной вещи. Ни одной. Родители мне никогда ничего этого не купят. Мне даже на свидание с мальчиком не в чем было бы пойти. Вообще, родители стали для меня полными и окончательными нулями. Папа даже отказался дать денег на репетитора. Пожалел десятку в неделю. Кстати, Катя уже точно решила поступать в институт управления. У нее там работает дядя. А я пока не знаю. Может, филфак или юрфак. Главное, не исторически. Ненавижу историю. Трыня сегодня зверствовала на уроке. Я взяла у Кати поносить ее новый облач. И тут Трыня меня вызывает и начинает спрашивать про основные отличительные черты социализма и коммунизма. И я там немного запуталась в ответе. Тогда Трыня по одному стала поднимать наших мальчиков и спрашивать, кому больше нравится, когда у девочки есть что-то на голове или все-таки в голове? И все такие, ну, конечно, в. Один Стрекалов ответил честно. Это мне понравилось. Жаль, что он идиот. Ну, почему? Почему вокруг так пусто? С большинством парней мне скучно и не о чем разговаривать. Почему рядом нет людей умных, надежных, которые по-настоящему чем-то увлекаются и решают важные для всех задачи? 16 февраля 2001 года. Кому? Алекс Володкин, собака. Вот mail.com. А мы все утро играли с Лютиковым в морской бой. Просто тренинг. Эффективность чего-то там была дико скучным. Игорь нас засек и злобно при всех отчитал, как детей. Но это не испортило мне настроение, потому что в перерыве мне позвонили с ресепшеной и передали от тебя подарок. Расскажешь, где купил? А то я вообще не умею готовить, а это супер вкусно. Постараюсь не съесть все сразу, а хотя бы с теми до вечера. Кстати, насчет вечера. Раз тебе удалось меня задобрить, беру всю подготовку на себя. Протерла до дыр афишу, так что лови, выбирай. Первое. Кино. На самом деле смотреть сейчас нечего, разве что заселили на колец, но мы же для него уже слишком большие, правда? С другой стороны, там орки. Говорят, что они очень похожи на нашего Игоря. Заманчиво. Второе. Еда. На Дмитровке открылась новая кафе Склон. Обещают минималистичный дизайн и концептуальный фьюжн. Хи-хи. Третье. Танцы. Пропаганда. Мы еще не слишком старые для пробки, как думаешь? Четвертое. Музыка. Большой зал консерватории. Людвиг ван Бетховен. Увертюра к трагедии Эггмонт. Потребуется психологическая подготовка. Пятое. Искусство. Выставка салфеток без комментариев. Шестое. Прогулка. Нескучный сад. Чересчур романтично. Седьмое. Стриптиз. Широкий выбор. Я бы не сомневалась. Что скажешь? Шестнадцатого февраля 2001 года. Кому? Алекс Володкин. Собакоохотного.com Просто напоминаю, как мы и решили, что это уже на сто процентов будет наш с тобой прощальный вечер. Седьмое марта 2007 год. В нашем офисном болотце сегодня был корпоратив. И там моя коллега О сказала мне, что у меня удачная стрижка и вообще я очень красивая. При этом она так пристально на меня смотрела, что я даже вспомнила, как однажды целовалась с женщиной. Подробностей не будет. Я, если честно, сама не помню, понравилось мне тогда или нет. А главное, я вдруг так застеснялась этого воспоминания, тем более, что завтра 8 марта, что стала зачем-то рассказывать, о, что красивая я только снаружи, а изнутри-то не очень. Что в печени у меня кисты, в легких очаги, в матке эрозия, в сердце пролапс, в позвоночнике грыжа, а в желчном камне. И при этом еще глупо хихикала. Ненавижу корпоративы. Просто в понедельник я ходила на МРТ, магнитно-резонансную томографию. Чуть не умерла там от ужаса. До этого я думала, что самое страшное в жизни это УЗИ. Когда врач водит по склизкой коже датчиком. Водит, водит, а потом вдруг останавливается, прищуривается и рассматривает что-то на экране, ускорбно вздыхая. А ты спрашиваешь его дрожащим, заискивающим голосом, не видно ли там чего-нибудь совсем плохого. Сплошное унижение. Но для человека со странным отношением с реальностью МРТ все-таки хуже. Там надо в капсуле лежать в наушниках. Но даже через них слышен жуткий звук. И вот тебе говорят, расслабьтесь, лежите спокойно и представляйте, что вокруг море, солнце, пляж. У меня, если честно, только одно получилось представить, что вокруг земля, а я в гробу. И его крышку дрелью запираю. А самое в этом всем ужасное, что одна я на такие обследования вообще ходить не могу. Пришлось взять с собой мужа. Когда мы разведемся, я, наверное, хотела бы встречаться с врачом. Врач и успокоить, может, профессиональные связи у него. Да, надо признать очевидное, я трус и ипохондрик. Еще не умею готовить. И плюс ко всему у меня проблемы с пространственным мышлением. Вот почему пазл идет очень-очень плохо. Пока зависла на многоножках, но я нацелена на победу. 27 марта 2017 года. А-а-а, смотрите, какая красота! Мои рецептики «Семь блюд из молодой капусты» попали в список победителей конкурса «Экономная хозяйка». Легу целую. Так и я это сделала! 18 октября 1988 года. Я раньше писала, что согласна на любого парня. Но это не так. В среду познакомилась в метро с Русланом. Сначала показалось, и он вроде ничего. В фирменных кроссовках «Адидас» вообще нормальный взрослый человек, который не испытывает трудностей с покупкой сигарет и кассет. Но сегодня он позвонил и пригласил меня на выставку эротического искусства. По-моему, он все-таки придурок. А вчера я узнала, что у папы есть женщина. Он днем был дома. Подошел к телефону, а я в другой комнате случайно сняла трубку. Короче, услышала женский голос. Очень молодой, взволнованный. А папа в основном тихо запел. Сказал, что позже перезвонит ей из телефона автомата. Они договорились о встрече в парке культуры. Представляю, как он катает свою мадам, сука она, вот кто она, на каруселях. Не понимаю, как можно строить свою жизнь на обмане. Так противно. Если людям плохо вместе, то почему нельзя об этом сказать? Почему надо прятаться по углам, как тараканам, не зная, что мне теперь делать? Мама как будто что-то чувствует, они бесконечно ссорятся. Иногда мне кажется, что у нее психоз. Сегодня дежурили с Катей, и тут вдруг пришел Стрекалов. Мы с ним немного поболтали, он как будто читал мои мысли. Говорил про серость жизни и про то, что в ней нет никакого смысла. Странно, но он вроде неплохой парень. Вечером поехали записываться на курсы в институт управления. Решила поступать туда вместе с Катей. Вдвоем все-таки веселее. Я там уже много чего пропустила, дали кучу домашнего задания, опять учеба. Моя юность – самая жуткая старость. Провожу целые дни в тоске, другие же живут по-настоящему. Ну что же делать, раз не получается с любовью, моя цель – институт. Буду стараться учиться там на пятерке, а потом найду интересную работу, где все меня будут ценить. 29 апреля 2001 года. Кому? Китти собака онлайн точка ру. Кать, привет. У меня тут только одна новость. Короче, вызывает меня в четверг Игорь и сообщает, что компания прекращает со мной трудовые отношения. Причем вид у него такой торжественный, как будто он сейчас из штанов достанет и мне предъявит. В качестве последнего аргумента. Но там, видно, ничего особого и нет. Но я подумала, знаешь, все, что не делается. В конце концов, в ЗП 600 долларов – это сейчас просто смешно. К тому же, впереди лето. Будут тусить, ездить в Серебряный Бор и смотреть на проплывающие мимо барашковые облака. В выходные с Васей и Ка ездили в Питер, гуляли по фонтанке. И там все вдруг вспомнили песенку про Чижика-Пыжика, пытались напоить меня водкой. В общем, все как обычно. Ржали, пили и пели. А в воскресенье вернулось в Москву и поехал к родителям на дачку. У них перемирие. Так что было более-менее терпимо. Ели вкусный шашлык, болтали. Ну, и погода была супер. Здорово, что вы в Париже и у вас тоже все насыщено. Вы же седьмого возвращаетесь? Твой Чиж. 29 апреля 2001 года. Кому? Алекс Володкин, собакахотмелл.ком Получила от Кати подробный отчет со всеми деталями вашей волшебной поездки. Рада за вас и за Париж. У меня не так все волшебно, к сожалению. Сразу после увольнения купила билет в Питер. Но без тебя мне было там фигово. Все тупо нажрались. В какой-то момент меня хотели заставить пить водку из горла. Вася облил мне новую куртку. Я психанула и ушла. Потом уехала в Москву. В воскресенье добралась до родительской дачи. Мама и папа почти не разговаривают друг с другом. Вот это жизнь, да? Мама была в своем репертуаре на арене цирка в Шапито. Чтобы привлечь внимание неблагодарных зрителей, повязала вокруг головы мокрая полотенца и постоянно жаловывая, что у нее болит голова. А папа копал грядки с таким выражением лица, как обычно, роют могилу. Причем собственную. И погода еще. Дождь то шел, то не шел. Я совсем задергалась бегать, крутить шампуры. В результате мясо получилось жестким. И меня же обвинили в диверсии. Как им объяснить, что я просто ненавижу готовить? Блин, если срочно не найду сейчас работу, придется переезжать к родителям. А от этой мысли меня бросает в дрожь. Мило с твоей стороны предложить мне свое плечо. Правильно я понимаю, что плечо это уже скорее шея, а не часть руки. Потому что иначе я никак не смогу принять из себя такой презент. Ведь рука твоя, как ты, наверное, помнишь, была уже официально кое-когда кое-кому передана. Здорово, что ты наконец купил мобильник. Но все равно, Рюш, не звони мне больше. Надо просто набраться сил и признаться себе, что мы никогда не сможем быть вместе. Знаешь, у меня есть знакомая соседка подачи. Однажды на голову упала сосулька. И она перестала узнавать своего мужа. Всех узнавала. И вообще была нормальная, и даже очень бодрая. Вот бы и нам с тобой тогда. Тогда бы совсем не было больно. Постскриптум. Я вот сейчас подумала, а вдруг она притворялась. Вдруг ей просто хотелось отомстить за что-то мужу. Или довести его. Постпостскриптум. Хорошо вам съездить в Версаль. Первое апреля 2007 года. Надо признать очевидное. Милая моя жежешечка, так и не набрав популярности, камнем идет ко дну. Два с половиной моих френда. Интересно, кто вы такие? Сегодня была у Евелины. Работали с ней над моим чувством вины. Когда-то в прошлой жизни, лет шесть назад, у меня был роман с мужем моей лучшей подруги Ка. Понимаю, как это звучит. Так, как будто я акула. Хищная акула-вамп с ярко-красными накачанными губами, с огромными грудными плавниками. Но в реальной жизни я, скорее всего, камбала. Ну, или какая-нибудь ряпушка. Главное, я совершенно не помню, почему я тогда на него запала. Может, из-за кожаных штанов. Ну, кожаные штаны — это секс. Кстати, по поводу секса. Обнаружила, что прозок снижает либидо почти до нуля. Евелина говорит, что нужно еще немного времени, уже совсем скоро, препарат начнет синтезировать мне счастье. Тогда, наверное, и на секс уже точно будет наплевать. Но есть и достижения. Я закончила с амфибиями и рыбами, и, наконец, перешла к динозаврам. Собрала сегодня голову диплодока. Может, купите еще один пазл в офис? У меня отдельный кабинет, и мой босс Ю заходит туда редко. В основном он пишет имейлы. Прошу сегодня срочно до 18.00 подготовить по одному слайду на каждый продукт с основными достижениями, задачами и приоритетами. Прошу в течение часа организовать встречу с бренд-менеджерами для подготовки помесячного прогноза коммерческих продаж. Кстати, Ю на 5 лет младше меня. Как ей объяснить, что молодость проходит, и нужно поторопиться хоть чем-то себя поразвлечь? Бедная Ю, бедная я. 7 апреля 2017 года. Верите ли вы в чудеса, так как верю в них я? Если нет, то вот вам лайфхаб про авокадо. Спелое авокадо в нашем крае приедет. Что делать? Смело покупайте неспелое. Кладете его в бумажный пакет вместе с парой яблок. Закрываете пакет, помещаете в темное место, и вуаля. Максимум через 3 дня все доходит до нужной кондиции. Чудо? Почти. На самом деле яблоки выделяют газатилен, способствующий взрыванию плодов. Попробуйте. И ловите мой вкусный привет. Рецепт мороженого из авокадо с козьим йогуртом и кремом из свеклых сливок и хренов. 5 июля 1989 года. Дорогой дневник, прости, что долго не писала в тебя. А у меня столько всего случилось. Был последний звонок, сейчас экзамены. Но меня волнует только одно. С кем он будет на выпускном? Да, я влюбилась. Причем отчетливо понимаю, что в этот раз уже точно на всю жизнь. Уже 7 месяцев я думаю о нем каждый день. А.С. Андрей Стрекалов. Красиво звучит. С ним неинтересно. Я чувствую, мы близки по духу. Жаль, что он этого не замечает. Кстати, именно Стрекалов написал сценарий нашего последнего звонка. Было ржачно. Каждый из нас изображал кого-то из учителей. Я Трыню. Надела огромные очки и говорила противным голосом. Всем ребятам на беду, я в историке пойду. Был солидный аппаратчик, стал хапуга и растратчик. А когда переворот, говори наоборот. Все смеялись. А Трыня аж позеренела. Ну что поделаешь, у нас вообще-то гласность. Вчера как раз был экзамен по истории. Мне досталась культурная революция. И еще социализм, как первая фаза коммунизма. Трыня хотела влепить двойку. Но комиссия, у нее были две красивые девушки, и ее не поддержали. Так что в эти встад мне идет четверка. Какое счастье, что я рассталась с Трыней. И потом больше никогда не зайду в эту вонючую школу. Насчет выпускного у меня нет никаких иллюзий. Все разбегутся своими компаниями по классам и квартирам, устроят сейшины, а я буду выглядеть ужасно. Кофту, которую я собиралась надеть, вообще не подходит к туфлям. Сейчас я ее украшу на плите, и она вместо черной получается серая. А у Кати платье очень яркое, красивое, новое, сиреневое, с люрексом. Кстати, она на выпускном, она будет с Зайцевым. Вчера она ходила к нему домой, у него есть видик. Они смотрели Том и Джерри и целовались. Черт, пока я писала, вода в тазе выкипела, и кофта подгорела. Нет, я полный, окончательный раздолбай. И все же, с кем АЭС будет выпускном? 12 мая 2001 года. Кому? Юлия Чеснокова, собака NLTB.ru Уважаемая Юлия, направляю вам свое резюме. Хотела обратить ваше внимание на то, что к своим сильным сторонам я отношу высокую сеть без степени самоорганизации, ответственность, трудолюбие и быструю обучаемость. Я очень заинтересована в позиции бренд-менеджера по крему для обуви в вашей компании. Более детальное описание моего опыта работы вы можете найти в резюме, прикрепленном к этому письму. С уважением, Елена Чижук. 30 апреля 2007 года. Вчера я потеряла ключи. Искала их под машины и сломала каблук. Потом встала, подскользнулась и упала в самую грязь. Разбила колено. И куда-то еще выпал офисный пропуск. А ключи я так и не нашла. Нет слов. Вечером разбирала шкаф. И случайно наткнулась на старые Лешины кожаные штаны. Леша – это мой муж. Я попросила его их надеть. Ну, просто подумала, а вдруг мое испорченное прозоком липидо сразу подскочит до небывалых высот. Но, увы, штаны на нем не застегнулись. Ноги вообще превратились в две сардельки. Сверху свисал живот, и это было не сексуально. А потом Леша еще лег в этих кожаных штанах на кожаный диван, включил телевизор, смотрел новости, ел укропные чипсы и скрипел. Вот зачем? Зачем я сейчас написала, что случайно увидела эти штаны? Просто я все время вру и не могу уже остановиться. На самом деле я специально их искала, перерыла весь шкаф. Вообще я ответственный человек. Забрала чужого мужчину и живу с ним. В болезни и в здравии, в богатстве и бедности. Может, даже и умру в один день. Немного жаль, что нельзя вернуть его назад моей подруге Ка. Она уже давно и счастлива замужем за немецкоподданным. Теперь она фрау Шмидт и у нее уже двое детей. Какие-нибудь Гензель и Гретель. Возможно, она должна быть мне благодарна в некоторой степени. Хотя мое чувство вины с годами не уменьшается. Хочется написать здесь какой-то умный вывод о взаимоотношениях людей и о наказании за грехи, но ничего не приходит в голову. Кстати, о грехах. Сегодня весь день болел живот. И был приступ изжоги. Очень сильный. Плюс во рту привкус металла, как у терминатора. Уже нервничаю. Вдруг это что-то опасное. И опять надо будет делать МРТ. Я этого просто не переживу. А еще хочу сказать вам, что мир пазлов увлекателен и разнообразен. И это понял даже такой человек, как Леша. Сегодня он вдруг ни с того ни с сего предложил дособирать мой пазл «Эволюция вместе». В четыре руки и так он выразился. И еще сказал, что дело пойдет быстрее. Быстрее. Главное, я уже сделала всю основную работу. Дошла до шерстистого мамонта. А тут он такой придет на все готовенькое. Я, конечно, ответила ему нет. И в результате мы сильно поругались. Я опять чувствую себя виноватой. Хочется плакать. 4 мая 2017 года. Друзья, радуйте себя почаще. Встречайте тартар с чипсами из кармезана в чаще. Тартар был употреблен нами под вино и кино. Вино. Мальбек 2010 года. А кино – любовное настроение Карвая. Блин, давно так быстро не засыпала. Отличная снотворная. Всем рекомендую. А вы, в свою очередь, посоветуйте мне какой-нибудь новый динамичный бодрый сериальчик. Есть что-то вроде «Черного зеркала»? 18 июня 1989 года. Завтрак выпускной. Существует несколько важных дат в жизни. День рождения, день свадьбы, день, когда ты становишься женщиной. Выпускной, наверное, тоже относится к таким особенным дням. Сейчас я гадаю по книге перемен. Мне выпало, что счастье уже на пороге. Я сижу и представляю свое будущее. Как через год я уже закончу первый курс института. А я в него обязательно поступлю. И несмотря на сессию, я буду целыми днями гулять по городу вместе со своим единственным АЭС. И все прохожие будут смотреть на нас и завидовать нашему счастью. И шмоток у меня будет просто завялись. Говорят, от ожидания сидеешь. Хлопнула дверь. Папа вернулся домой. Сейчас 12 ночи. Так и знала. У них с мамой начинается ссора. Папа говорит, что он не был у бабы, но мама ему не верит. Она как-то догадалась, что он ей изменяет. И сама теперь, когда идет к подруге, просит не говорить папе Диана, а чтобы он подумал, что у мужчины. Теперь мама тайком пьет водку. Это можно понять, но это как-то жалко, противно и нет выхода. Когда же они наконец разведутся? Черт, я сейчас подумала, что готова на все. Если Стрекалов завтра не обратит на меня внимания, я признаюсь ему в любви. Я смогу. У меня просто нет другого выхода, иначе я потеряю его навсегда. 31 мая 2001 года. Кому? Китисобакаонлайн.ру Кать, привет. Посмотрела фотки Димы. Симпотный. И да, ты права, Лысина даже не особенно его портит. Спасибо, что решила меня пристроить, правда. Но знаешь, как это не глупо звучит, мне сейчас совсем не до мужиков. Я уже второй день только на новой работе, и тут реально приходится пахать по-взрослому. Я вчера до ночи сидела изучала их бренд, планы и прогнозы, а скоро еще и Биг Босс приезжает, надо готовить для него презентацию в PowerPoint, а я, если честно, в нем не зуб ногой, и это что-то дико сложное. Плюс ко всему, мне же на работе еще машину выдали, Октавию. И они же не знали, что я королева вождения. Короче, я вчера всю Ярославку пропилила, прямо до МКАДа. Никак не могла развернуться. Аж вспотела от ужаса. Ну а во дворе сбила парковочный столбик. В общем, давай, я немного приду в себя, и тогда сразу будем зажигать, окей? Твой Чиж. Насчет встретиться во вторник, я бы за, но обещала маму к врачу отвезти, она опять жалуется на все болезни в мире. Ну, ты понимаешь. Прости, прости меня за все. 31 мая 2001 года. Кому? Алекс Володкин, собакахотмела.ком. Леш, да, ты правильно догадался. Я специально не подхожу к телефону. Вообще-то мы уже раз то все обсудили, и сейчас особенно хорошее время закончить нашу историю. У меня новый этап в жизни. Новая клевая работа. В отличном месте с приятными коллегами. Один из них, кстати, вчера помог мне дорулить до дома, иначе я бы ни за что не справилась. Представляешь, оставил свою машину у офиса и сел за руль моей. А другой чувак, симпатичный такой, заделал продаж. Сегодня обучал меня пауэрпойнту. По собственной инициативе, конечно. Оказалось, слегка дня, за пару часов разобрались. Завтра, кстати, договорились после работы пойти все в китайский летчик. То есть не все, конечно, а я еще одна девушка и ребят человек пять. Я чувствую, что пришло время перемен. Прости, но я так больше не могу. Не могу, не могу, не могу. 2 мая 2007 года. Бля. Я просто в ярости. Меня трясет. Прихожу сегодня домой, а мой пазл полностью разрушен. То есть не разрушен. Это не правильное слово, а разобран. И все кусочки так аккуратненько сложены назад в коробочку. Просто я так понимаю, что Леша решил мне отомстить. По-мелкому. В этом весь он. И вот сейчас я сижу и жду, когда он вернется. И сразу скажу ему, что мы разводимся. Меня реально тошнит от волнения. Или это все-таки больше похоже на симптомы какой-то болезни. 11 мая 2017 года. На традиционный вопрос в избуках, о чем я думаю, отвечаю. О новом рецепте пирога с шпинатом и фамилией. Обещаю совсем скоро устроить вам настоящую гастрономическую нервану. А пока я сижу и тестирую образец номер 5, муж качает пресс. Любуюсь его роскошными кубиками на животе. Не могу держаться, простите. 19 июня 1989 года. Сейчас полшестого вечера. Я только что проснулась. Выпускной позади. Все в моей жизни позади. Еще вчера я на что-то надеялась. Даже выписала на листочек нужные слова, чтобы признаться ему в любви. Но Стрекалов сразу после банкета куда-то исчез. А я два часа бегала по школе и его искала. И в конце концов наткнулась на рыдающую карту. Они поругались с Зайцевым. Оказалось, они перед дискотегой целовались в кабинете биологии. И Зайцев стал ее раздевать. Залез к ней под юбку. А Катя сказала ему, за кого ты меня принимаешь. Он ответил, за хорошую девочку. А она ему, а я думаю, за шлюху. Тогда он спросил Катю, давно ли она ходила в детский сад и хлопнул дверью. Правда, оставил в кабинете бутылку портвейны. И Катя заставила меня его пить. И главное, все подливало и подливало мне, хотя я правда хотела уйти. Но она сказала, что ей важно, чтобы я была рядом в такую минуту. Ну и мы вместе плакали. Потом ржали. Я случайно уронила банку за спиртованной лягушкой, и она разбилась. И мы почему-то опять стали рыдать. По-моему, нам было жалко этого лягушонка. Как будто он снова умер во второй раз. Мы даже собирались пойти похоронить его, но тут вернулся Зайцев. И они с Катей помирились, и опять стали целоваться прямо при мне. Тогда я ушла. И первым, кого я увидела в коридоре, в коридоре был Стрекалов. Я уже собралась сказать ему все, что хотела, но, во-первых, потеряла свой листочек со словами. А во-вторых, именно в этот момент у меня сильно закружилась голова. Очень сильно. И я отошла, даже почти упала. А потом отползла в кабинет химии, и там лежала. Тихо, чтобы меня никто не заметил. Мне было стыдно, тем более, что меня вырвало два раза. Ну вот и все. Я постараюсь о нем забыть. Но если в какой-то момент в моей жизни он придет, и я брошу все. Боже, какая я идиотка. Ведь я знаю, что ничего не будет. Если бы он даже начал со мной роман, то бросил бы через неделю. Ладно, надо как-то постараться не разочароваться в себе окончательно и прожить этот год. До следующего выпускного, когда мы, наверное, все навестим школу. Тогда я его встречу, он посмотрит на меня, поздоровается, поболтает. И весь следующий год я буду вспоминать его улыбку. 14 июня 2001 года. Кому? Наталья Мур, собакаходмела.ком Детя Наташа, здравствуйте. Это Алена, дочка Валентина Сергеевна. У меня был ваш телефон, но не могу по нему дозвониться. Как у вас дела? Вы по-прежнему живете в Атланте? Я хотела задать вам один вопрос. Мама говорила, у вас муж работает в медицинском центре, в отделении неврологии. Дело в том, что я возила маму в клинику, она давно жаловалась на головные боли. Мама прошла обследование, и там все оказалось не очень хорошо. А главное, врачи ничего там не посоветовали вообще. Я поняла, что специфическое лечение не существует. Мы сходили еще к одному профессору в другую больницу, но с таким же результатом. Теперь мама отказывается к кому-то обращаться. Она сейчас ходит по магазинам, все время меряет какие-то наряды, каждый день покупает косметику. Мне кажется, она немного теряет связь с реальностью. Я хотела спросить, нельзя ли выслать вам заключение с диагнозом и снимки? Мог бы ваш муж посмотреть или показать кому-нибудь в медицинском центре? Возможно, в Америке существуют какие-то лекарства или новые методы лечения. Конечно же, мы оплатим эту консультацию. Извините, что я так внезапно появилась, да еще и с просьбой. Как дела у Витя? Он сейчас учится в университете? Передавайте ему от меня привет. Помнит ли он, как мы в детстве играли с ним на даче в злых милиционерах-убийц? Еще раз простите, буду очень ждать ответа. Алена Чижук. Мой мобильный телефон 007-901-6141-821. Домашний. 007-495-124-1585. Звонить можно в любое время и ночью тоже. 25 мая 2001 года. Кому нато. Косенко. Собакамейл.ру Тетя Наташа, я вам только что написала письмо на Hotmail, но оно вернулось. Мне Юрий Станиславович с кафедры дал еще вот этот адрес. Я очень надеюсь, что он верный. Алена. 8 мая 2007 года. Сегодня был ужасный, ужасный день. Утром заезжал Леша за остатком своих вещей. Забрал коллекцию машинок. Когда он ушел, дома стало пустовато. Машинки, конечно, собирали пыль, но они занимали целый стеллаж и придавали комнате какой-то вид. Как будто здесь действительно кто-то живет. Сейчас, учитывая мои странные отношения с реальностью, я в этом как-то сомневаюсь. Чтобы не оставаться одной дома, я поехала к маме. Папа туда тоже приехал. И именно там, почему-то именно там, он решил мне сообщить, что скоро женится. Я не понимаю, он правда считает, что это было уместно? Можно же было хотя бы выйти за ограду со своими жлобскими двумя пластмассовыми гвоздичками в руках. На большее он не потратился. А самое стыдное, что в таком месте, как кладбище, меня сразу же посетили меркантильные мысли про квартиру. Мое уплывающее наследство. В общем, домой я вернулась в расстроенных чувствах. А потом набралась силы, и одна поехала ко врачу. И гастроэнтеролог зачем-то направила меня к гинекологу. А та сказала сдать анализы на беременность. Причем здесь беременность, как это вообще может быть? Сижу, держу в руках тест и вспоминаю, когда у нас последний раз был секс. И были ли у меня после этого месячные. Не могу вспомнить. Точно проблемы с мозгом. 15 июня 2017 года. Счастлива с Алексеем Володкиным и Станиславом Чижук. Так славно вчера посидели с лучшим в мире папой Станиславом Чижук, с любимым мужем Алексеем Володкиным и одной девятилетней девочкой, отличницей, умницей и красавицей. Да, папе 70. Папочка, спасибо тебе за то, что у меня случилось и за то, что не случилось. И за то, что еще случится. Ты дал мне все, что мог. Люблю, горжусь. Кстати, на фото, восхитительные севиче и скумрии, нарисовый чай, пускеты с фиаленными помидорами и ежевичный мусс с капелькой бальзамика. Пусть всех согреет тепло нашего дома. Хэштег. Счастье готовится. 30 июня 1989 года. Катя вчера стала женщиной. Я так и знала, что она будет первой. 29 мая 2001 года. Кому? Алекс Володкин, собакахотмелл.ком Ну как же так? Почему ты не стирал мои смс-ки? Как же можно было так глупо спалиться? Не надо было тебе покупать мобильник. Что теперь будет? 6 июня 2007 года. Сегодня мне приснился странный сон. Как будто у меня был огромный-преогромный живот и уже начались схватки. Я оказалась в больнице. А там еще был доктор такой страшный с огромным ножом, похожий на Ганнибала Лектора. Он кричал, что меня нужно срочно разрезать. И я почему-то не могла пошевелиться. И голос у меня тоже пропал. И он меня все-таки разрезал. Правда, боли я не почувствовала. А потом выяснилось, что у меня в животе не один ребенок, а несколько. И все девочки, но разного возраста. Кто-то уже взрослый, довольно противный. А кто-то маленький, совсем беспомощный. И вот все эти дети окружали меня и тянулись к моей груди. Требовали сисю. И тут я от ужаса потеряла сознание. А когда я пришла в себя, их уже не было. Зато рядом сидела мама. Она была молодая, красивая и держала меня за руку. Мама сказала мне, чтобы я не волновалась, что с детьми все в порядке. Они попили козьего молока и ушли. Каждая по своим делам. Кто-то в школу, кто-то в институт, кто-то на работу. А одна сразу за пенсией поскакала, чуть ли не в собес. Но мама стала петь мне колыбельную, как в детстве. А я все хотела сказать ей, что люблю ее, что очень скучаю, но голос так и не появился. А потом я проснулась, потому что один козел с работы прислал мне идиотскую смс-ку. Ну, я думаю, она же поняла, она же должна была понять, что я хотела сказать. 16 мая. Елена Чужук сделала публикацию в группу анонимных шапогуликов. Продаю пульку Рэйма на девочку, размер 128, без пятен и потертностей. Мы носили аккуратно. 16 мая. Елена Чужук интересуется мероприятием, которое должно пройти завтра недалеко от вас. Как перестать кричать на своего ребенка? 16 мая. Елена Чужук подписалась на здоровье, это просто. 16 мая. Елена Чужук и Андрей Стрекало стали друзьями. 16 мая 2017 года. Елена Чужук поделилась результатом теста «Кем ты был в прошлой жизни?» Конец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Люда Ковниенко. Марина Ганов. Марина Бойко. Марина Карловского. Елена Шекваров. Граматург Юля Воронова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ